Сейчас, наверное, мы находимся на первой такой наступательной фазе, вот, думаю, что они тоже многое хотят для себя выяснить, вот, потому что те разведки боем, которые они предпринимали, я не думаю, что дали им много информации, поэтому приходится вот действовать вот так. И я уверен, что будет и следующий шаг. Им деваться некуда, они должны рисковать, вкладываться, потому что на саммите НАТО надо отчитываться. И если к саммиту НАТО не будет никаких успехов, не говоря уже, если будут поражения, вот, то ждет их всех большая неприятность. И не Зеленского, а Байдена и его группу. Вот, потому что сразу возникнут голоса, на что Соединенные Штаты потратили столько денег, довели ситуацию до фактического состояния войны с Россией без всяких перспектив. Так что, если там даже Зеленский застопорится, ему кнута дадут такого из Соединенных Штатов, чтобы они продолжали лезть. По крайней мере, ощущение продолжающегося наступления вплоть до саммита НАТО точно должно быть. А это практически месяц еще. Да, это практически месяц. Но самое интересное, что уже на Западе появляется такое явление, соломку подстелить, да? Это и заявление Рамсфилда, это позиция Польши, которая пытается спасти своего сюзерена, говоря о том, что если Украина там, не дай бог, проиграет, то вот Польша введет войска, весь блок НАТО должен ее поддержать. Но самое интересное в том, что США, они же в преддверии вот этих вот выборов, которые будут в 2024 году, и там будет очень сложная политическая борьба, мы еще будем ее наблюдать, наверное, обсуждать, они дистанцировались уже от участия такого массированного, которое было так. Они заварили кашу, а расклюбовать эту кашу будет Европа. Поставили смотрящую Великобританию, чей премьер Сунок очень радовался, что он столько оружия поставил на Украину. Раньше всех поставил дальнобой на боеприпасы, вот эти ракеты Storm Shadow, которыми они периодически пользуются, и, понятное дело, стреляют по мирному населению. На поле боя что-то не было информации, что в Storm Shadow пролетали на наши позиции. Вот. И здесь получается такая интересная, наблюдается, точнее, интересная картина. Чем ближе саммит в Вильнюсе, тем больше появляется голосов пораженческого характера с той стороны. А правильно ли мы сделали, что снабжали Украину всем необходимым? А кто вообще-то будет за это расплачиваться? А может быть, что-то нужно еще предоставить? Но самое будет интересное другое, что когда этот саммит начнется, я думаю, найдется кто-нибудь с той стороны, кто посчитает, какую цену Европа ни деньгами, ни военной техники заплатила за вот этот контрнаступ. Потому что на стороне Украины воюет большое количество иностранных наемников. Ну, они так себя называют. Хотя вот с места говорят, что по характеру боевых действий, команд, которые там происходят, на той стороне работает профессиональная армия. Да, они там могут называться как угодно, но, как говорится, профессионалов не выдашь. И профессионал профессионала, как говорится, опознает сразу. Несмотря на то, что они там говорят на польском языке или на каком-нибудь ином, характер отдачи команд, характер построения, говорят о том, что на стороне Украины работают профессиональные военные, кадровые военные. И вот когда пойдут туда, в Европу, цинковые гробы, то, конечно же, будет большой вопрос. Или сейчас у них, на самом деле, есть такая традиция сжигать трупы вот этих иностранцев, чтобы мы не могли их, как бы, идентифицировать по документам, там, и еще по чьим-либо. Но все равно пойдут туда вот эти вот грузы 200. Интересно, кто-нибудь озвучит на саммите в НАТО, сколько заплатили они за вот этот проваливающийся контрнаступ? Конечно же, вот эти две фазы, как я и говорил, были безрезультативны, но делать поблажки, что противник больше не сможет, нет. Они пойдут в отчаянную атаку, отчаянную, массированную, изо всех сил, никого не жалея. Получат пинка, чтобы любой ценой, любой ценой добиться результата. Как мы видели на Артемовске, они с человеческими жизнями вообще не считаются. Формула смысла. Абсолютно понятен, американцы дешево покупали Украину для того, чтобы разбить ее об Россию. По принципу, если при этом она Россию искалечит до полной невменяемости, ну хорошо. Если создать какие-то проблемы, значит, тоже неплохо. Во всяком случае, это же ни свое, ни жалко. Причем вложения минимальные. Когда у нас вздыхают, говорят, о, там вложили 5 миллиардов, там вложили 10. Они сейчас за год вложили порядка 100 миллиардов, значит, из которых две трети расставали по своим карманам, собственно. Значит, ну что-то вложили в Украину, значит, для того, чтобы она воевала. Но на фоне современных расценок, это же капля в море. Это вообще ничто, эти деньги, для того, чтобы нанять целое государство, причем крупное государство, чтобы оно воевало. Вот за сотню миллиардов, ну это, в общем-то, да, большое, но это состояние одного человека на сегодня. Причем в мире есть уже несколько человек, у которых состояние переваливало за 100 миллиардов долларов. Вот за эти деньги было нанято государство для того, чтобы повоевать с Россией. Чего его жалеть-то? Испокон веков, кто бы ни нанимал армию, там, хоть Валенштейн, значит, хоть кто бы то ни был, значит, наняли и наняли. Значит, их дело сражаться и погибать за интересы нанимателя. Точно так же это самоотносится и к Украине. Причем, опять-таки, мы, по-моему, об этом много раз говорили, что для американцев любой выход хорош. Потому что в процессе военных действий в любом случае уничтожается инфраструктура, гибнут люди, так, наняли. Значит, Россия даже в случае победы получает выжженную землю. С очень редким населением, находящимся в глубочайшем демографическом кризисе. Из которого еще неизвестно, как выбираться. Ну и прекрасно. Чего они должны страдать по этому поводу? Или они должны выскакивать и решать, это мы все организовали. Это не Зеленский, это мы придумали, да? Ну, было бы глупо. Наоборот. Нет, ну есть один... Подожди, на принципиальном уровне мне все понятно, мы здесь с тобой не расходимся. Есть один нюанс. Потому что, ну, Зеленский очень сильно ожидал, что будет повторяться, ну, там, сценарий Боинга, Бучи, да? Вот, мы все сейчас опять, России новые санкции, Зеленскому новое оружие, а лучше новые войска. Вот. Еще раз НАТО вступит на землю Украины, чтобы сражаться с бесчеловечным, бесчеловечным абсолютно русским режимом и так далее. Расчет-то на это был. Зеленский... Все правильно, ты описываешь, у нас разжигания нет, но я думаю, что он спит и видит спасительную миссию. Американцы объявляют войну России. Ну, это я как бы... Это вполне нормальное ощущение, ну, не знаю, постсоветского инфантильного гражданина, причем свойственное... Ну, они серваком вон раз, ну, сказали. А оно свойственное не только проамериканским украинцам. Значит, это мы просто... Вот сейчас, на примере Украины, да, мы можем увидеть в том числе и инфантильного русского человека, потому что там, скажем, люди, которые... Ты сам с ними прекрасно знакомых видел, значит, люди, которые ожидали поддержки от России, они ожидали примерно того же, что Россия объявит войну Соединенным Штатам, пришлет войска и сделает им хорошо. Хорошо. Некоторые даже, приехав в Россию, когда им тоже говорили, мы вас не оставим, им помогали. Но их представление о помощи, которую им обязаны были оказать, опять-таки, у них точно такое же было представление, как у Зеленского, обязаны, значит, значительно превосходило те объемы, которые они в результате получили. Некоторые до сих пор ходят в обиженных и говорят, тиграм в клетке мяса не доложили. Ну, слушай. И у тех точно такой же взгляд. Значит, вот нам обещали, нам же сказали, что нас не оставят, не сейчас, говорят американцы, мы вас не оставим. Ну, правильно, они их, конечно, не оставят, но, естественно, у каждого есть свои интересы, и Америка их будет не оставлять ровно в рамках решения своих проблем, в рамках реализации своих государственных интересов, а не в рамках того идеального мира, который они для себя построили. Как они говорили, вот сейчас приедут немцы, все нам здесь построят, да, когда второй Майдан был. Нет, нам сейчас все здесь построят, а мы просто будем в Евросоюзе зарплаты по 5 тысяч, пенсии по 3 тысячи евро. И они просто вот нам придут и дадут. Вот. И поток прямо с Майдана, поток пить кофе в Венской опере с круассанами. Да, они поедут в Венскую оперу пить кофе на зарплату по 5 тысяч евро, а американцы придут за них воевать с Россией, для того, чтобы удовлетворить их честолюбивые амбиции. Вот давай здесь о перспективах, что дальше, да, что дальше. Потому что есть вот один способ, как Порошенко обещал всем ездить в Венскую оперу, и они все на Майдане кричали, что у них будут кружевные трусы, пенсия 3 тысячи евро, и вообще жить будет як у Парижа. Это дословная цитата. Вот. Это один, так сказать, сценарий перспективы. Но я так понимаю, что поговорить ты хотел не об этом. Нет, естественно. Дело в том, что дальше, я тем же будущим еще только нацистам украинским, да, тогда они даже не все еще националистами были. Они все еще только национал-патриотами называли тогда. Хотя слово национал уже присутствовало. Говорил еще 30 лет назад. Я им говорил, вы хотите в Европу? Пожалуйста. Две руки, да, и одна голова. Строите Европу у себя. Если вы не знаете, как это делать, надо просто долго и тяжело работать. И у вас будет Европа. Тю! Вот. Значит, нет, просто нас ждет то же самое. Нет, мы можем создать на этих территориях все, что угодно. Можем у них плюнуть и уйти, да, пусть там зарастают. Значит, хотя зарастать не будет, тогда кто-то другой будет создавать там все, что угодно. Значит, либо же много и тяжело работать. Нет, потому что других вариантов нет. А знаешь, если ты хочешь что-то реализовать, то ты обязан работать. Не будет королевшим. Да, мы говорим, что мы должны защитить собственную безопасность, интересы собственной безопасности, да. Ну, соответственно, как мы это видим, да. Значит, то есть каким образом должна быть защищена наша безопасность. Или кто-то говорит, давайте построим вдоль границы с Украиной стену. Ну, стену вот прибалты строят, мы над этим смеемся. Значит, поляки строят стену вдоль Калининградской области. Значит, мы над этим смеемся, да. Значит, территория, которую ты хочешь обезопасить, даже если ты хочешь делать ее своим предпольем, ты ее должен как-то контролировать. Для этого нужно как-то ее контролировать. Нужны люди. Это могут быть твои люди, которых ты посылаешь в командировку. Вахтовым методом они будут ее контролировать, значит, границы обходить с собачкой и с автоматом. Значит, либо же это местные люди, которые будут там жить, что-то там создавать, строить, налоги платить и так далее. Но они будут защищать твои интересы. Значит, соответственно, опять-таки, контроль может быть на территории там в качестве продактората. Значит, стоит дешевле, но не так надежен, потому что могут переходить со стороны на сторону. Вы видели, как переходила Восточная Европа. Потому что формально они были свободны. Сейчас назад начнут, но через какое-то время. Туда, обратно, не могут шататься. Ослабел хозяин, они идут к другому. Это нормальное явление для маленького государства. Ты помнишь, как зовут сейчас великого герцога Люксембуржского? Я лично нет. Не помню, кто сейчас там правит. А когда-то Люксембурги были великой династией. Они контролировали половину Бельгии, контролировали Нижнюю Латарингию, по-моему, Люксембурга. Они были королями чешскими, они были герцогами обеих Силезии, они были князьями маравскими. Они были императорами Священной Лимской империи в Люксембурге. А сейчас они никто. Государство маленькое, и никого вообще не волнует, что там происходит. Потому что от них ничего не зависит. Они могут только хозяина себя выбирать. И то не всегда могут выбирать. Потому что выбор хозяина зависит еще от географического положения. Точно так же здесь нет смысла обижаться на Восточную Европу. Это надо принимать как данность и понимать, как они будут шататься. И использовать это в своих интересах. И то же самое относится и к Украине. Но, повторяю, никто за нас наши проблемы не решит. То есть, если это наша проблема, мы ее решаем. Дальше можно к этому делу подходить более цинично и прагматично. И вкладывать деньги для того, чтобы потом получать отдачу. Можно в очередной раз закатывать глаза и говорить о всенародном братстве. И о том, что мы сейчас будем обниматься и целоваться. Но результат будет один. Один и тот же. Все, что мы сделаем, мы сделаем для себя. Своими собственными руками. И от нашего сегодняшнего выбора зависит и потом результат. Потому что, знаете, за бескорыстные вложения никто никому ничем не обязан. Вкладывали, вкладывали. Но как нам сейчас говорят, опять-таки. Вот мы там в Средней Азии строили города, университеты, заводы. Так извините. Но мы-то туда пришли в свое время, Российская империя. Для того, чтобы Британия не вышла на наши коммуникации с Дальним Востоком. Мы же пришли, да, не с благотворительной целью, а защищать свои интересы. И поэтому и строили дороги, города. И, собственно, так мы защищали свои интересы. И нам там никто ничем не обязан. Ушли, ушли, пришли, пришли. Придем еще раз, значит, придем. Не придем, кто-то другой, Китай придет. Значит, святое место пустынивает. То же самое и здесь. Мы приходим защищать свои интересы. Как мы это обосновываем? Всенародным братством или прагматичным расчетом, защитой безопасности. Это никого не волнует. Меняются времена, меняются обоснования. Но, опять-таки, мы должны понимать, это наши интересы, это наши планы. Значит, в соответствии с нашими планами мы в это дело вкладываемся, в расчете потом получить определенную отдачу. Это может быть отдача финансовая, это может быть отдача экономическая, это может быть отдача в силе безопасности. Уже безопасность то, что дорого стоит. Очень дорого. Дороже всего. Помнишь, как в советских магазинах было? Ничто нам не обходится так дешево, и не ценится так дорого, как вежливость. Вот так и вот здесь можно сказать про безопасность. Наверное, это самое дорогое. Знаешь, так провокативно, может быть, мы с тобой в среду, следующую или следующую пятницу это обсудим. Я так себе это вижу. Харьковско-Днепровско-Донбасский промышленный регион на новых проектных индустриальных основаниях. Вот. Киев никакая не столица. Нормальный торговый, культурно-исторический город для туризма. Вот. С многими церквями. Ну, это если он уцеляет. Да. Ну, подожди, ну дай же, я что-то спросил. Это понятно, что много если. Вот. Ну, а, соответственно, Галычина, это Польша, Буковина, это Румыния, Закарпаттия, Цевенгрия. И только так, не самостоятельно, а внутри этих стран. Ну, и вот, в общем, Одесса, вольный город, порт восьми морей, или десяти, или пятнадцати. Ты же знаешь, что я не люблю делить шкуру неубитого медведя. Вариантов всегда масса. Множество. А это самое. А когда сложится реальная ситуация, тогда и будем обосновывать, почему так, а не иначе. Да, конечно. Тогда и посмотрим. Спасибо Ростиславу Ищенко. Формула, смысл, заканчивает свою работу.